Здравствуйте, дорогие коллеги! Я с удовольствием хочу вас порадовать тремя интересными новостями. Начну с того, что у нас в республике начался пробег лошадей кабардинской породы. Немножечко истории затрону, история адыгского народа теснейшим образом, собственно, связана с историей создания, использования и совершенствования кабардинской породы лошадей. И данная порода считается одной из самых выносливых. Участники конного пробега Черкесская дерби, в котором приняли участие 11 заводчиков и лошадей, участвуют действительно в серьезных состязаниях, потому что как и лошади, так и всадники получают колоссальные нагрузки. И вот обычный всадник, который, допустим, только начал заниматься конным спортом, естественно, не сможет участвовать в данном мероприятии, потому что каждый день лошади вместе с всадником пробегают расстояние в 100 километров. То есть есть определенный круг, это 25 километров. После каждого круга обязательно в течение 30 минут лошадь должна отдыхать, дабы не загнать коня. И температура воздуха у нас в республике сейчас достигает до плюс 30, и действительно лошадям очень трудно это дается, но они втягиваются. Чем, собственно, и отличается кабардинская лошадь, что она не теряет сил, а чем больше она тренируется, тем больше она набирает сил и становится еще крепче. Хочется отметить, что действительно приходит очень много людей, корреспондентов, все болеют за данное мероприятие. И также хочется напомнить, что из-за того, что жарко в нашем регионе, то приходится очень часто обливать лошадей водой, чтобы слишком не повысилась температура у них. И также хочется отметить, что следят за этим всем и ветеринары, то есть после каждого круга лошадь осматривают, прослушивают. Если появятся какие-то, может быть, нарушения в сердечно-сосудистой системе, то лошадь, естественно, сразу снимается с дистанции и не может участвовать. Также среди коллегий-судей присутствуют и представители книги рекордов Гиннесса, потому что правила очень действительно серьезные. У каждого участника есть трекеры на руках, и, собственно, по этим трекерам сами судьи следят, где находятся участники. Естественно, на протяжении круга 25 километров нельзя останавливаться. Если лошадь остановилась, то сходят с дистанции. Каждый день мероприятие начинается с 6 утра и заканчивается в 18.00. Вячеслав, вы знаете, вы такую нам подробную инструкцию дали, собственно, мне кажется, мы теперь все знаем. Я только что будто бы на ипподроме побывал. Вячеслав, надеюсь, что температуру измеряют не только лошадям, но и людям. Все-таки массовые мероприятия, да, у нас коронавирус. Какие еще новости?